Владимиру Ходановичу было два года, когда его семья переехала в Искитим. Так что для него этот город родной. Он помнит его еще неприглядным и без асфальтированных дорог. То, что сейчас выгодно отличается от былого. Здорово изменился. Я-то помню, еще советская была улица, щебнем засыпанная. В школе учился, когда начали дороги бетонить. Ну и отчасти, тем более, в последние годы вообще машины постоянно ездят, подметают, дороги делаются, изменения. Да, и благоустройство, магазинчики там уже действительно симпатичные все. После школы армия, потом работа на оборонном предприятии, параллельно вечерний техникум. Начал свой путь с ученика-фрезеровщика. На пенсию уходил мастером из основного цеха. С будущей супругой Владимир Геннадьевич познакомился на работе. Помню, в Техе, 18, приехала с Держинска, как молодой специалист, там и познакомились. Татьяна Владимировна переехала в Искитим по распределению после окончания техникума. С первого дня и до выхода на пенсию отработала на оборонном заводе. Мы приехали сюда в 1972 году. Было 4 дома всего. Вокзал, потом был этот каменный домик красненький и еще что у нас было? Котлован под золотую рыбку. Все, больше ничего не было. Ни одного асфальта не было. Мы приехали с города в апреле в туфельках. Еле даже не напишите. Весело было жить, говорят супруги. Каждый день что-то новое. Строили микрорайон, облагораживали, следили за чистотой и порядком. Все южане были как одна большая семья. Поэтому и сегодня, встречаясь в парке, им есть что вспомнить. В 1973 году Шипково там шеи копали. Но там, видно, это не знаю. Мы уже вывозили эти деревья, все сосны, с комьями земли, замороженные зимой в декабре месяце. Этот трактор вытаскивали, краном грузили, там веревочки привязывали, все по направлению садить юг там в восток где-то. И здесь уже садили другие. В субботу выходили люди, косили травой, вот там каждому участок выделяли, каждому цеху. И косили, значит, я помню, вот такая травища, она вот там вот участок был. И люди все приходили, потому что они знали, что это для них все равно будет. Просто в лихие годы все это забросили нафиг, а сейчас, гляди, опять все восстановили. Как и десятки лет назад, парк Южный – любимое место для отдыха. Причем не только у супругов Ходанович. Внуки Заводчан тоже здесь частые гости. Когда приезжают гости, конечно, мы не просто часто, мы обязательно уходим. У нас программа такая. Через год супруги будут отмечать золотую свадьбу. И еще пара дат в календаре их жизни, отмеченные как значимые. Значимые юбилеи со дня переезда в Искитим. Нет, я нисколько не пожалела. Нисколько не пожалела. Я уже привыкла здесь. Во-первых, город тихий, без всяких проблем. Не бежать никуда. На дачу вот рядышком, даже машина не дойдет пешком. На завод ходили пешком тоже, когда проблемы были. Не знаю, мне нравится. У нас молодежь, конечно, не хочет заезжать, потому что развлечений не хватает. Или учиться куда-то надо ехать. А так-то нам-то что сейчас уже. Владимир Ходанович из Кемеровской области. Его супруга из Нижегородской. Искитим в их жизни стал городом, который помог найти друг друга. В браке родились двое детей. Сейчас супруги помогают в воспитании внуков.